так доброе утро друзья 19 марта наконец потеплело легкий морозец ночью минус 10 12 днем 5 6 вот может быть даже это камера встроенная фотоаппарат даже выдержит выдержать батарейки а то бывало через 15 минут съемок и конец а я что-то не успевал рассказать вот этот кусок сада он самый ранний когда-то вот где кончается вот те видите забор и поперек был забор это было 11 суток вот вместе с домом вот и с картошкой совсем несколько лет и не то что потерял присматривался куплю слива вот нормально на рынке она даже не привита потом я сам их колес и классифицировал например слива китайская вот а по цвету плодов только и отличается а деревья абсолютно одинаковые листья кроны скелет все одинаково морозостойкость одинаково и предельная до 40 градусов плодоношение а и 50 выдержит только может уже без плодов так потом вишни вишни я покажу вам кстати парочку вишен на рынке черешни я потом через несколько лет когда эти я несколько лет потерял с вишнями вот мелкие как вот эти ногти да вот такие вот кислючие не вне вне плода не это плохо плодоносили потом узнал вся сибирь вся он в томс красноярская тюмень все называли вишни над длинной плодоноски черешнями но понятно сюда ехали переселенцы это они привезли они привезли особенно южные переселенцы украинцы они привезли сюда тоску по настоящим черешням ну а потом вступили в дело кто понятно кто торгаши вот и я тоже купился четыре черешни пять лет потерял только потом взялся за ум и за лопату и уже сам 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 вот вишни шикарную я привез с украины черешню раздобыл у боднара волшебника в черемушках и пошло поехало и так по всем культурам а теперь вы смотрите этот сад вот это уже у меня амур роскошное дерево прекрасное плодоношение уже второе поколение вот уже веток смотрите сколько веток отсохло но они отсыхали не потому что она не выдерживает морозы 40 выдерживает вместе с плодами а вместе цветами а вот эти вот раны бесконечно от моих обрезок по 30 50 когда она моложе было сейчас уже редко редко но сергей умудрился он даже не все срезал вот смотрите наверхушка роскошные прекрасные черенки сантиметров по 60 но он резал 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 на моих глазах может быть 20-30 срезал все еще маточное дерево вот видите а здесь молодежь уже растет а там он еще старики последние вон они где толстая штамба изуродованы морозами изуродованы моими руками потому что резал 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 черенки 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 вот но сейчас я хочу одна тема будет очень близкая мне так как вы знаете читаю я статью а вот прям живьем а вот железо рекомендуют привать в земли а я нет а у меня 30 сантиметров и все его деревья на 30 сантиметров привыкли плода носят что получает а то есть я не согласен железом но то что уже упоминает то что и существует спор то что существует разные мнения это уже здорово если чем поговорить а внешне отставить свою точку зрения одна из них заключается в том что чем ближе к основании приваешь тем деревом более 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 долгосрочная долго долго играющая почему потому что во первых этот хирургический шов вместо обрезки попадать вместо прививки попадает под снег даже у меня снегу было вот как сейчас видите чуть-чуть он чуть-чуть ставил но еще там где вот снег лежит добавьте еще три сантиметра и это все то есть малоснежные места и все равно умудряясь прививать так что хирургический шов прививка попадает под снег это уже огромный плюс раз вот второе и третье я сейчас буду ходить показывать ну и заодно еще покажу некоторые эти самые тонкости некоторые наблюдения вот я не тоже не сразу к этому пришел вот смотрите но пока еще сижу знаете ноги не казенные сто тысяч операция лазерная вот но в лишний раз стараюсь уже не ходить и итак значит я лечу лечу на ту 154 и лечу я сюда лечу с командировки с ригара турсун заде там алюминиевый завод средняя азия таджикистан и рядом ничего там не раздумывал даже мысли не было и рядом сидит мужик а у него саженцы мощно и при как его в салон пропустили видимо как-то от прям в салоне и между ног у него вот этот вот эти саженцы ну что 5 высотой 2 метра и я умоляю его я тогда разницы не понимал я может быть надо было купить у него один саженец но я летел вообще без копейки потому что вы же знаете что такое командировочный инженер наш советский который прожил два месяца чужом городе да кстати умудрялся не не пить и мало есть вот я вымолил он мне несколько веточек отломал сверху просто отломал взял и отломал даже психанул поэтому я был очень настойчиво далее я приезжаю прививаю а чем речь слива вот так показывает вот такие говорит сливы на этом вот он везет но везет в сибирь понятно их давно в живых нет понятно что недавно скорее всего первый второй год они замерзли но если только не хитрить там снег укрыть это замотать а я вырастил привел нормально как обычно и получил вы поверите у меня не такие оказали причем ему верил не зря его доставал они оказались у меня размером густо-густо небольшой саженец полметра такой раскидистый во все стороны и пол сотни плодов на второй год пол сотни плодов размером со средний виноград и на этом и карьера его кончилась я взял просто убрал ну 10 суток был 11 с домом потом значит второй случай я лечу другой командировки из еревана курсы по повышению там уже стреляли вот ничего толком раздобыть там не смог вот раздобыл правда груши а привить не на что я их привал на черноплодку 1 даже дожила до 4 груши дала несъедобные а щебется с этого с еревана как супер понимаете то есть черноплодка угробил и вкус четыре плода и умерла последняя все несовместимость полная это я сейчас знаю как преодолеть и учу всю россию не всю россию а интеллектуальную россию потому что если мне присвоили московские ученые звание проходимец то сами понимаете всю россию научить не могу далее я летел влетел и вижу человек везет опять же с саженцы армянин я к нему ну пожалуйста ну пожалуйста ну тот правда поспокойнее оказался мужик он спокойно мне отламывает верхушку и дает я приваю на яблоню а я запомнил я говорю как запомнить сорт демирчан я не запомню он говорит наш первый секретарь коммунистической партии армении имеет фамилию демирчан если чё запомните ладно я запомню привез привил на сибирку получил плоды размером но если вот так обидно было страшно а демирчан по его словам этот сорт был лучший вот такие показывают яблоки ребристые красные надо будет посмотреть в интернете что-то не догадываюсь вот и я понял одно вот вам верхушка потом значит наступило время моей дружбы с это с валерий петровичем чернышов этот ученый агроном саратовской зональная станция вышел на пенсию мы крепко подружились он мне целый инструкции присылал как надо расти деревья продолжим по-другому делал но кивал соглашался вот из вежливости правда вот и он мне сказал фразу которая врезалась не в память и очень много помогла мне потому что я то время еще был доверчив пока сам не набью шишки я верю я такой по натуре до все мы вот литература утверждала что надо брать черенок середины ветки допустим ветка метровой отступили пол 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 метра снизу и отрезайте ошибка была страшная я этого не знал ну то есть приваются приживается но это я потом открыл закон сопочинения почек закон сопочинения почек это при прививках это потом сегодня даже говорить не буду о его сущей сущности так вот он мне написал письме это была другая крайность берите черенок с нижней третьей ветки там больше пластических веществ я запомнил на всю жизнь но я же железо я же лучший изобретатель города норильска да у меня диплом есть чуть не сказал печень справка есть вот я же не 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 то самое что мне оставалось делать не будучи профессиональным садоводом не будучи теми разница в котором про меня написали 7 лет прожил он они ножом 70 лет прожил он они ножом то есть у них ум цитировали 80-летней давности эти цитаты у людей же которых никогда не было то что в этом саду обида так и сидит и вот значит я беру и а если с верхушки получается чуть ли не горох если в середине получается посредственные саженцы если пара по ростику там это а если он мне сказал с нижней трети а возьму я самом низу вот это и было величайшее открытие потому что наверное до меня до чернышева который мне в письме это написал не знаю публиковал ли это свои наблюдения нижняя треть воды получается а другой крайность самый низ идем сюда вот как говорит это современный сленг железо за базар отвечает так шутка еще пока ручки мерзнуть ну давайте ой чтобы потом не забыть знаете что это такое это груша была получена из смоленска так и в этом смоленске как потом еще отдельно выписал мой друг царство ему небесное боднар и тоже получил несъедобную грушу дождался плодоношение красивая а гадость такая и тогда я сказал себе кстати прививка выйти на какой высоте но это далеко не молодой саженец ему лет 15 вот тогда я еще был не на перепутье то есть ушел как говорил владимир ленин в верном направлении идет товарищ и вот она до сюда является вот это вот ну назовем ее уже скелета образователь почему она мне не нужна она несъедобна и здесь я сделал две прививки вот это вот прививка гигант подмосковья но она не плодоносила еще вот она прививка видите кстати близко к основанию видите близко к основанию ветки ветки близко к основанию ниже уже не мог что-то мешало прививки было три средняя не пошла ладно бог с ним а вот это скороспелка мичурина вот она посмотрите я с ней не срезала ни одной ветки знаете почему они нужны никому вот если вот это срезал то это как я готовил скелет к будущему этим это же матчество дерево что я делал я не до конца не отрезал никаких ран на штампе страшнейшая мирова ошибка мирового уровня мирового значения миллионы миллиарды уничтоженных деревьев на северной северной половине планеты вот как надо резать и тем более резал по живому почему я оставил это еще и даю им расти нижние скелетные ветки кормят корни глюкозой это тоже практически не знает эти я когда-то считал что все идет от этих садоводов любителей которые это умничали умничали писали статьи да потом начали фильмы снимать залезли интернет нет все я нашел у самых крутых садоводов россии которые называются выдающиеся академики член коры доктора наук все ошибки у них в 2 из них вот одна из них нельзя обрезать на кольцо так теперь получились две прививки а этот уже плодоносил да по небольшие груши но вкусно и самые ранние все правильно другое дело что никому не нужны вот еще я заканчиваю через неделю-две рассылку потому что не просыпаться начнут так никому и не понадобились это бывает но это я по ходу сказал теперь о сути смотрите что такое низкая прививка здесь у меня была привита обратите внимание есть такая особенность именно у груши скороспелки мичурина вот такие вот длинные штамбы почти без веток хорошо я сделаю но растет себе растет вот а вот 2 опять она смотрите скороспелка мичурина вообще взяла и погибла но так дело в том что у меня здесь еще одна прививка глядите видите вот и она сделана так низко что было два как сказать было две корзины с яйцами одна корзина погибла а это уже дала плоды на ней бирка вот она начинает написать груша номер 20 я уже знаю где-то кто-то когда-то спер номерные груши бывают только ночных садах вот и мне было любопытно что же это такое и у меня таких две сейчас еще одну с одной познакомлю надеюсь это история сибирского садоводства когда-то многие мои рассказывают идут в хрестоматию целую серию хрестомати и так значит номер 20 дождался плодоношения одна единственная груша крупная вкусная правда похоже на мраморные подозрительная мраморная супер сорт но все-таки не мраморная ну давайте еще подождем годик но я заранее уже делал обрезку какую обрезку я делал для того чтобы она выбросила ветки и если я еще получу несколько груш 2 урожай таких шикарных какие были здесь то у меня сразу будут ветки на прививку видите я его сходу сделал матчем дереве помереть она не помрет обрезал и сегодня вот видите вон она краска вот обрезал сегодня и получил эту самую маточное дерево если не обрезка она видите как это все-таки учеба смотрите внимание давайте на фоне снега чтобы не было вот веточка да веточка как веточка вот ее на следующий год она даст отростки еще тоньше правильно вот вот это вот веточка дала вот такие то есть с нее взять будет нечего только после вот такой обрезки смотрите внимание специальные она даст еще побеги так теперь это тоже получил и тоже получил ее из воронежа и написано не знаете вот она бирка написано воронежская деликатесная у когда она заплодоносила я в ней узнал сто процентов есть такая груша я тоже супер шорт я уважаю потому что она ее создали наши ребята создали догадайтесь почему память яковлева вкуснейшая красивейшая вот и вот когда это деликатесная воронежская попала ко мне так я смотрю внимательно и по почкам вот они сейчас покажу где ветка поросли вот поросли поросли а вот вот наверное вот это я и стал отрезать короче эти почки которые торчат не прилегают торчат вот они это есть и по плодам стопроцентная память а вот так бывает вот но все равно интересно а еще почему это говорю вот обратите внимание сейчас не замазал забыл видите это я отрезаю чтобы дичок прививка очень низкая но дичок не должен с ней конкурировать не должен а вот поэтому обрезаем но не до конца так надо иран чтобы не было на кольцо там внизу раз и во вторых они все равно начнут расти и будут кормить корни вот такой момент посмотрите вот а все-таки чтобы бог слов много надо хоть какие-то дела что такое краска масляная краска самая обыкновенная она на морозе очень густая глядите вот смотрите внимательно вот она очень густая 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 и когда я замазываю рану получается замечательно то есть густая значит хоть как-то хоть как-то держит мороз хоть как-то впереди еще весна но будут чего роз мороза возвращаться видите вот 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 и давайте сравнивать сергей годом раньше купил краску магазине называется краска для замазки ран при обрезке вот я потом оказалось что это дрянь самая настоящая вот я много чего перепробовал вот видите спасла на эту смотрите внимательно послана а вот уже зеленая краска вот уже уже лучше а вот эту которую синие оказалось еще гуще вот так вот сейчас я вам покажу еще где а вот посмотрите вот он замазывал обрезал а почему обрезал здесь они не мешали эти ветки а чтобы потом да дала побеги вон они побеги смотрите сколько дала побегов а сама краска вот это которую рекомендует торговля ерунда ничего не держит высыхает и фактически испаряется вот вам один из учебных советов вот потом есть такое понятие меня при приговорили ученые ведь тебя без фамилий пусть живут вот многим совсем это самое уже может даже не до садоводства вот не говорю что это просто битые в голову они повторяют друг за другого даже занимаясь селекцией они тут же калечат свои деревья я никогда этого не понимал для меня селекция посадил вот может быть раз полил при посадке больше не подошел никогда вот к этим деревне подходы не к этим не подходил вот хотя это самое им всего они 2 2 3 год нет раз два три а медленно растут потому что они не успели еще родиться а я их уже использую как маточные деревья видите дальше давайте обратим внимание ну например вот на это дерево вот на бирке написано фаина он на фаина но фаина мертва вот она видите мертва теперь 2 3 4 ветки 3 но две из них мощные выросли где вот сходу не понять выше привычки или ниже привычки возможно это дикари но когда я смотрю вон туда я вижу абсолютно фаины самое близкое междоузлия